Полотенково трижды проморозил котики южных яблок, попробуем сажать. А потом нам рассказывать. Добрый вечер, Валерий Константинович. Если на мелкоплодный абрикос привить также мелкоплодный, следует ждать мелкие плоды. Или, возможно, что минус и минус даст плюс, то есть плоды увеличиваются. Понимаете, многое зависит от того, кто... Вот привить мелкоплодный на мелкоплодный. Вот мы взяли по двое, допустим. И он взял совершенно из косточек, правильно? Он мелкоплодный. Но мы так только думаем. Мы же еще косточку не испытали. Мы взяли косточку мелкоплодную из дерева, которая дала мелкоплодные плоды. Но у него может быть культурный крупный папа. Ага. Значит, уже, если он послужит подвоем, какие-то качества могут передаться привою. А привой мелкоплодный. А подвоем имеет один из родителей крупноплодный. Значит, можно ждать увеличения крупности. Но это при условии, что вы являетесь правоверным сторонником инвентативной гуализации. Если вы спросите у Ольги, она не просто вас пошлет. Еще у виска вот так у Ольги той самой. Еще у виска вот так вот сделает. Потому что что она написала? Это гуализация. Это... В общем, я уже даже забыл точно. В общем, слово было нехорошее. Что такое гуализация. Она опять процитировала 30-й год. 90 лет назад. Так. Михаил Свиненко. Сроки 30-й год в год не совпадает. Например, слива и абрикос. Абрикос зашел через 7 дней. А груши, яблони 90 дней. А все год яблони через 25 дней. Да, вы знаете, это... Все верно. Вот это вы затронули очень болезненные вопросы. Бывает, сходит рано. Бывает поздно. Бывает, вообще не взойдет. Причем, вроде бы стараясь из года в год одинаковые условия создать. А результаты совершенно разные. Я это отношу к внешнему управлению. Где-то на небе существует какая-то общая команда. Вот. Взойти, не взойти. Хранили взойти, поздно взойти. У меня такое было. У меня это... У меня... Пусть один пример, но он очень характерный. Я, допустим, хранил всегда. У меня в деревне кирпичный погреб. Потолок бетонный, стены кирпичные. Вот. И всегда там сыр. А так, что с потолка чуть ли не всю зиму капает. Я взял однажды... Ну, раз уж так там сырое, я не стал даже закрывать. Делал коробку картона. Несколько слоев абрикоса. Много, наверное, тысяча. Пересыпал слоями песка и все. Смотрю. Ну, сырой песок, все. Песок всю зиму не высыхал. Получилось так, примерно, то, что надо. В марте был очень теплый март, неожиданно. Потом, да, в апреле повернулась зима, но март был очень теплый. Для Сибири не характерно. Что вы думаете? Как они почуяли? Я случайно, не случайно, но залез по своим делам. Там, может, банку взять с закаткой. Коробка стоит незакрытая, мать чистая, зеленая грядка. Все, как обычно, уже, по идее, это еще месяц лежать. Еще март, там, температура холодина. Знаете, да сколько холодина? У меня, я даже, вот, фотографии я не найду. Деланное было еще любительским фотоаппаратом. Там, каким-то, вот. Ну, из тех еще простеньких. Вот, и потолок был весь винии. То есть, минусовая температура была. И треть стены тоже вот так винии, а две трети уже плюс. И, естественно, что она, поэтому, на стояла коробка вот эта большая, картонная, которая начала уже расползаться от этого, от того, что сыра. Вот, и на всю жизнь запомнила вот эта вот зеленая грядка со всех глубины. Поперли вверх. Они не были зеленые. Они были светло-зеленые, потому что солнца нет. Они были бледно-больные такие, ростки. Ну, вот такие ростки. И, причем, вот так вот все зеленое, это первый и последний случай в моей жизни. А чем отличался этот год? Только тем, что в апреле было очень-очень тепло. А погребы были также. Винии, верхняя треть погреба минус, нижняя треть плюс. По инию судя. Потолок винии, стены винии, верхняя треть стен винии. Откуда они, при том, что все винии, значит, минус? Откуда? Ну, может быть, плюс один, плюс два в районе коробки. Откуда они узнали еще в марте, что на улице лето? Вот так. Ну, я кого-то убедил, кого-то. Ну, это просто впечатление. Они не претендуют на истину. Но я на этих, я живу этим. Потому что мне приходилось иногда из одного факта целую теорию выводить. Потому что я уже знаю, вот это может быть. Значит, дальше будем наблюдать. Так, видите, тут груши, яблони, то получились 90 дней. А тут через 25 дней. А мне еще говорят, а сколько дней цифровать яблони? Мне хватает криферей, я говорю, месяц. Я больше ничего придумать не могу. А хотя может оказаться и месяц мало, а может быть и много месяц. Так. А вот это вот аббреватура мне непонятно. А, Беат, кто это? Кто это? Всем добрый вечер. Может, кто-то раньше не замечал. Анна, здравствуйте. Если привитые ветки других сортов на яблони. Но ветки небольшие. Больше сильные родные их уже заглушают. Их нельзя обрезать? Как быть? Не, ну если вы хотите испытать новый сорт. Пожалуйста, обрезайте. Вот сейчас, пока весна. Сейчас потери минимальны. И болезненность от прививок, именно в это время, в апреле, минимальна. Значит, родные сильные ветки отрезайте, дайте простор тому, что хотите испытать. Это уже творчество. Это уже не то, что тому нельзя подходить, и к которым. Тут уж придется молодежи дать дорогу. Так, дальше. Иван Мо. Решил вырастить сяенца из яблок и из магазина. Ух ты. Из зеленых гриндсмит. На рита ты сильно не надеешься, что все может быть. Ну, все я скажу. Вот. Что я скажу? Надеетесь? Может оказаться, что... Ну, я же не знаю, где вы живете. Я бы на Хубане просто выросил бы. Ну, видите как. Надо все пробовать. И тогда окажется. Помните выражение Мичуева? Ага. Он, когда обжегся на прививках, на морозоке подвое, он просто обжегся. Он потерпел катастрофу. Он потерял много лет. И не скрывал этого. И долго-долго возмущался сам собой. За одним предшественниками, которые его научили. Так. Пусть это так. Вот. Но и он же сказал. Он вынужден был провести эту фразу. Что если некоторая южная сорта вдруг выживает, не замерзает на севере, то эта раздвижность не заложена была изначально. Вот. Поэтому, я считаю так, значит, Иван Мор. Я считаю, что вы в этом плане истинный вечеринец. Вы вырастите из магазина. Пройдет год, два, три. И будет все меньше. Будет замерзать. Но которые останутся навсегда. Возможно, вы станете обладателем нового сорта. На всех случаях предупреждаю вас. Очень солидно в труде. Я мало основываюсь на научных данных. А некоторые вырезаются в память. Я не утверждаю даже это. Якобы. Если взять, посадить. Да, речь шла именно о сенцевых культурах. То есть не так. Не о косточковых, а о семенных культурах. Если посадить 2500 семечек. Если все они взойдут при условии. Если все дойдут до полношения. То одна будет являться новым сортом. Ну, а вам, Иван, по-моему, дело не то, что новый сорт. Нужно замучить здесь выращивать. Тут институт нужен. Так. А просто-напросто вы можете получить прекрасные сорта. Смотрите. Я сейчас на секунду вернусь. Вот. На секунду вернусь. Мне так это здорово понравилось. Вот это вот. Смотрите. Вот это. Раз. Два. Три. Это из моих семечек. А уже нужно. Давайте посмотрим, сколько лет прошло. Видите. Зато проносят яблони с ваших семян. Посадка в 12-й год. То есть 10 лет прошло. Это сейчас. А второй год без прививки. А фотографии 2-3 года назад сделали. Вологодская область. Не замерзли. Я написал, что, во-первых, выложили обморционный раз. Так. Действительно восхищаюсь себя. Никогда не завидую. Восхищаюсь вами. Всеми. Мы одной крови. А с другой стороны, видите, как первая вообще без кислинки. Даже когда зеленые были. Вот. Какой от меня ответ она ждет? Ну. Естественно. Похвалил. А дальше что? А дальше продолжайте. Продолжайте, Инна. Вы волшебница. Возвращаемся туда, где мы были. Сейчас только. Вот. Смотрим. Нет еще писем. Так. Это Сеево. Сеевцы из огрызков. Я был в магазинах. Неизвестная сорта. Поплодоносили. В шесть лет. А. Неизвестный сорт. Дерево. Три метра высоты. В кусты осень. Я считаю сломен. Ну. Вы знаете. Пришлите мне. Если вы не присылали. Не помню. Пришлите мне фотографии. Пришлите короткие. Комментарии. Почему? Ну. Надо же как-то побеждать этих. Которые говорят, что мы с вами. Ведь тогда получается ложь и мошенничество. И на вас распространяются. Вот эти слова. Вы что тут устроили? А? Ложь и мошенничество. Ведь когда. Вот это тут все свои. Тут вы заметили. Уже идет год за годом. Сотни за сотни. Десятки этих вебинаров. Сотни. И ведь никто. Не лезет сюда. Типа. Пошел ты нахрен. Что ты это? Ну. Пусть не так грубо. А как Ольга. Даже не цитирует. Никто здесь эти же самые. Из Википедии. Эти же зонные речи. Которые зонные материалы. Которые 90-100 лет. Ну здесь все свои. Видите? Вот. Давайте дальше смотрим. Спасибо за это. За это письмо. Сенец из огрызка. Соплодоносили. Три метра. Вкусный. Осенний. Ну. Ну. Есть и кислые мелкие. А как вы хотели? Не без этого. Распертова на талии. У Лерика, кстати. А новичок что ли? По миле. По миле. Первый раз слышу. У Лерика Сидинович. Абрикос. В случае посадить серия. Он не любит. Абрикос. Ну. Тут сомневаюсь собой. Конечно. Абрикос. Это. Естественно. Вот. Из магазина. Взял крупноплодные сливы. Три года назад. Одна раз. Все два года. Не боится мороза. Из косточки. Прорастил. Так. Смотрите. Из магазина. Крупноплодные. Меня всегда удивляло. Я никогда в магазинах не видел. Этих самых крупноплодных абрикосов. Единственный случай. У меня даже фотография есть. Я увидел. Абрикос крупноплодные. Плоды были грамм. Ой. Такие огромные плоды. Грамм по 150. Вот. Я купил несколько штук. Мне было интересно. Я не собирался их проращивать. Но просто не мог пройти мимо. И написано. Абрикос крупноплодный. Дома я их съел. Оказалось, что косточка персиковая. То есть. Это просто. Решили. Что раз обвеси абрикосы. А персиков не было. Напишем. Чтобы. То есть. Не так. Персиков без этого в магазине было много. А абрикосов еще видево не было. Или уже отошли. А они решили. Чтобы были и абрикосы. И персики. Чтобы у людей был выбор. И чтобы больше брали. Они взяли и назвали персик абрикосом. И на самом деле персик видно. И фотографии я как бы на еду покажу. Вот я же сфотографировал специально. Крупноплодное. Вот. И получилось. Раз это персик. То я так и ни разу в магазинах. Огромный выбор. Абрикосов. Но крупноплодных никогда. Как правило вся мелочь. Не мелочь. 20-30 грамм. Тоже вкусно. Они мелкие. А персики да. И вот получается что. Значит. Получается что. Вы берете. А. Да. Сравниваю. А сливы я видел огромные. Ой. Как я завидовал. Как я завидовал. Что сливы больше. Я по абрикосам кум королю. Я пасекну. Вот. Я говорю науки догоняйте. А что касается. Слив. Помните я рассказывал. Вот такие сливы. Беру верхушку. Отламываю. Нисто не дали. Вот. Вырастают вот такие. Все. Уперся. 8-90 грамм. Дальше никак. А в магазине 150. Вот такие огромные. Вы сделали. Допустим. Можете вырастить. А может она получиться. Сливы. Это я. Говорю громко. Это учеба. Очень часто повторяет материнское качество. Без всякой прививки. Абрикос. Да. Действительно. Абрикос можно 100 граммов посадить. 50 граммов получить. Девчонки не получите. Тут Ольга. Эта. Тимирязевка не права. Девчонки не получите. Ну. Получить в два раза мельче можете. Это нормально. И радоваться надо. Чем мельче. Тем разостойче. Да. Вот. А сливу можно получить. Вот такую. Даже из этого. Даже из косточки. Вот. Поэтому я вас поздравляю. Вы нас держите в курсе. Хорошо. Да. А вот Распертова Новичок. Спасибо, что вы с нами. У нас все меньше и меньше. Сейчас начнутся работы на этом саду. И уже будет. Когда-то доходило до 20. До 19. Даже казалось. Ну вот уже никому не надо. Но сейчас появилась новая тенденция. Пока никто не отменял Ядекс. Зел. Значит. Все это с Ютуба туда перекачает. А там бывало и средка. Но бывало и десятки тысяч просмотров. Пару раз было и сотни тысяч. Поэтому я буду продолжать. Хотя мне надо, чтобы живем меня слышали. Тогда у меня интерес есть. Настроение. Чему-то учить. Так что, Наталья, милости просим. Нашу команду. Субтитры создавал DimaTorzok